К тому же Сагирию об унынии. Слово третье. Вышесказанное может потушить пламень уныния и расположить к благодушию. Но чтобы утешение было полнее, и решился прибавить к тебе я и это слово. Наперед, предложив тебе следующий вопрос. Так не странно ли, что надеющийся обладать землею не смущается никакими встречающимися трудностями, одушевляясь надеждами на царствование, а призываемый на небеса падает духом и смущается при каждой из случающихся с нами в этой гостинице неприятностей. Состояние в дешней жизни нисколько не разница от гостиницы и пребывания в постоялом доме. Это и желали выразить святые, называя себя странниками и пришельцами. И такими словами научая нас пренебрегать и удовольствиями, и неприятностями настоящей жизни. И отрешившись от земли, всею душою прилепляться к небу. Обратимся же к самим святым. И от Иосифа перейдем к Моисею. Этот кратчайший из всех бывших на земле рождается в то время, когда соотечественники его находились в бедственном положении. Был отчужден от родивших его и не зная своих родителей. Он с продолжения всего первого возраста своего воспитывается иноплеменниками. Что могло быть тягостнее этого для еврея юного и разумного, хотя бы он и считался сыном царским? Но тогда для него тягостно было не только это, но и то, что он видел всех соотечественников своих в крайних несчастьях. Мог ли он, не хотевший ни жить, ни быть вписанным в книгу Божию без их спасения, наслаждаться благами при царском дворе, видя всех их среди такой бури? Если и нас, родившиеся спустя столько времени после этих событий и не имеющих подобной причины сострадать иудеям, объемлять жалость при мысли о тогдашнем избиении их детей, то чего не претерпел этот блаженный, привязанный великой любовью ко всему народу, видевший своими глазами его бедствия, и тех, которые причиняли эти бедствия, принужденные называть своими родителями? Я думаю, что об этих бедных детях он скорбел тогда больше самих родителей, как видно из того, что сделал он впоследствии. Так, не могши ни убедить, ни принудить мнимого отца своего отменить зверское убийственное повеление, он сам наконец порешил разделить с ними бедствия. Впрочем, я не столько удивляюсь этому, сколько изумляюсь тому пламени скорби, которое Моисей носил в себе в предыдущее время. И о котором я заключаю по совершенному им убийству. Кто доведен был скорбью до убийства, тот через последнее обнаружил силу первой. Он, конечно, не стал бы мстить египтянам так жестоко, если бы не сокрушался более самих родителей, а бедствиях детей их. Что же после того, как он отомстил и несколько облегчил душу своей от такой скорби, успел ли он вполне насладиться от рады, доставленную ему этим мщением? Едва наступил второй день, как этого блаженного постигла другая скорбь, тяжелее прежней, и объял такой страх, который заставил его совсем удалиться из Египта. Тяжело слышать дурное и от кого бы то ни было. Но когда будет говорить дурное кто-нибудь из облагодетельствованных, станет поносить за благодеяния ему оказанное и укорять так. Исход 2.14 Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил вчера египтянина? Тогда, тогда обида бывает невыносимую и может даже вывесть оскорбляемого из терпения. Такое производит она раздражение вместе с печалью. Но у Моисея к этому присоединилась еще третья. Боязнь царя, которая так овладела душой праведника, что даже изгнала его из всей тамошней страны. Тот так становится беглецом, сын царский. Если кто считает счастьем для него воспитание при царском дворе, тот пусть теперь вспомнит о придворном довольстве и увидит, что и оно сделалось для праведника причиной множества скорбей и неудобств. Потому что не все равно, тому ли выносить долгое скитальничество и терпеть бедствие на чужбине, кто воспитан в простом доме, испытал много забот, много странствований и трудностей, или подверглся таким страданиям тому, кто никогда и на короткое время не испытывал этого, но жил всегда в довольстве. Последний, конечно, с более тяжелым чувством, чем первый, обратиться в бегство, если ему случится дойти до такой крайности, что тогда и случилось с Моисеем. Сделавшись беглецом, он приходит к человеку, который жил идолослужителем и иноплеменником, а пользуется в стол долгое время гостеприимством человека, посвятившего себя на служение демонам. Это немаловажная причина для скорби. Здесь Моисей, приняв свое заведование стада того человека, в таком занятии провел 40 лет. Если это кому-нибудь представляется нисколько не тяжелым, то вспомним о тех, которые уходят с родины и скрываются не по страху и боязни, но оставляют дом добровольно на малое время. Как они томятся, как грустят, за какое благо считают возвращение на родину, когда же к этому присоединяется еще страх и бедственная жизнь. Причем, однако, самые тягости и скорби представляются более легкими, нежели желанное возвращение на родину. То вообрази картину бедствий Моисея, не просто выслушивая сказанное, что Моисей спас, но припомни при этом слова Иакова, которыми он высказывал жалобу перед честьем. 31.39. Растержнала зверем, я не приносил к тебе, это был мой убыток. Ты с меня взыскивал, днем ли что пропадало, ночью ли пропадало. Я томился днем от жара, а ночью от сужи, и сон мой убегал от глаз моих. Все это, конечно, было и с Моисеем, притом в течение еще большего числа лет, и в большей степени, так как и страна Мадьянская была в пустыне страны Месопотамской. Если Моисей не жаловался на это, то и тот, блажен, не сказал бы таких слов, если бы не был доведен до великой крайности и не был вынужден к тому неблагодарности чести. Так чужбина и сама по себе может угнетать человека, если даже он оставил отчизну только по необходимости. Притча 27.8 Ибо как птица, говорит Премудрый, когда отлетит от гнезда своего, так и человек порабощается, когда устранится от своих мест. Притом Моисей тогда не мог быть уверен даже в собственной безопасности, но как слуга, убежавший от жестокого господина, постоянно страшится и опасается, чтобы его не поймали. Так и блаженный Моисей жил в постоянном страхе. Это видно из того, что он даже и тогда, когда Бог после столь долгого времени повелевает ему возвратиться в Египет, отказывается и медлит, хотя и слышал, что умер, искавший души его. Когда же он послушался и пошел в Египет, быв принужден оставить жену и детей, тогда опять начинается укоризм и оскорбление, и угроза от тогдашнего царя египетского, и жалобы, и проклятия от получающих благодеяния. Тот говорит, исход, Пятая глава, четвертый стих. И сказал им царь египетский, Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Вступайте, каждый из вас, на свою работу. И сказали им, Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас. Прискорбно и тягостно это, но всего тяжелее было то, что он, пришедший и обещавший евреям множество благ, свободу, избавление от тяготевших над ним бедствий, показался их обманщиком, потому что тяжесть угнетавшего их рабства не только не облегчилась, но увеличилась еще больше. И тот, кто подал надежду быть избавителем всего народа и обещал это, оказался, по-видимому, виновником мучений и побоев, злоумышленником и губителем. Кто не впал бы в уныние тогда, обещав прекратить столь великое бедствие после обещания, сам же увидел прибавление других еще более тяжких бедствий. Моисей унывал, как естественно унывать тому, кто слышит и видит подобное, однако он не упал под тяжестью этой скорби, но остался непреклонным, хотя события не только не соответствовали, а даже противоречили его обещаниям. А обратившись к Богу и говоря об этом, он много плакал и сказал Исход 5.22 Господи, для чего Ты поддерживал такому бедствию народ сей? И для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать с народом с ним. «Избавить же Ты не избавил народа Твоего!» Пролив слезы и снова услышав от Бога такое же повеление, какое и прежде, он опять возвещает об этом израильтянам, но они не внимают ему, потому что души их были угнетены скорбью и унынием. И не послушали, говорит в Писании, Моисея от малодушия и от дел жестоких. А это немало огорчало его. Когда же последовали чудеса, и фараон многократно смеялся над ним, он и эти насмешки перенес мужественно. Когда наконец вышел он из Египта и вместе с иудеями стал уже надеяться на освобождение, то не успел еще вполне отдохнуть, как объял его прежний или даже гораздо больший страх. Не прошло и трех дней, как израильтяне увидели перед собой варваров вооруженными, испытали то же, что испытывают какие-нибудь беглые рабы, когда на чужбине внезапно окажутся перед глазами своих господ. Или что испытали бы сами они, если бы случилось им в приятном сновидении увидеть себя на свободе, а пробудившись, опять оказаться в Египте и в тех же самых бедствиях. Впрочем, я не знаю, что можно назвать сновидением их. Три ли дня свободы? Или представившееся им теперь страшное и ужасное зрелище? Такая мгла уныния покрыла взоры всех их. А Моисей объят был еще большим мраком. Он боялся не египтян только, как и прочие израильтяне, но и последних вместе с первыми. Те и другие теперь смотрели на него, как на обманщика и обольстителя. Одни с насмешками и готовностью сделать нападение, а другие с озлоблением и печалью. Впрочем, для чего по догадкам судить об унынии этого мужа, когда скорбь его можно вполне понять из слов, не шедших свыше. Когда он молчал и дерзал даже отверстия уста, Бог говорит ему, что вопиешь ко мне? Одним этим словом объясняет нам смущение души его. Исход 14.15. 10.24. Когда прошел и этот страх, тогда опять поднялись еще большие беды. Предводимые Моисеем и получившие через него множество благ в продолжении всего пути поступали с ним хуже египтян и фараона. Во-первых, они поступали с великой дерзостью, требуя от него мяса египетского. Не благодарили за настоящее, но хотели прежнего. Это было всего тяжелее. Потерпел ли бы он боли и неприятности, если бы поручено было ему начальство над беснующимися и сумасшедшими? Однако все это блаженный перенес мужественно. Если бы он не питал к ним любви, то это горе было бы сносно. Ему предстояло бы сетовать только о своем собственном положении. Но так как он любил их больше, чем родители, то в самой заботливости о них имел другой повод к скорби, об их развращении и нечестии. Не так огорчало его то, что его оскорбляют, как то, что они оскорбители. Преступно и то, что они были неблагодарны прежде не с послания чудесной пищи. Но они и среди чудес оказывали свое нечестье, беззаконие и жадность при собирании пищи. И пройдя немного вперед, опять роптали, опять выражали недовольство благодеяниями Божьими. И при каждом таком случае блаженный сокрушался и скорбел более самих согрешивших. Так, когда они сделали тельца, то сами они играли и веселились. А Моисей сетовал и скорбел. На себя самого призывал страшное проклятие, и однако ничто не могло заставить его подавить в себе сострадание к ним. И так, видя, что столь любимое им постоянно поступает хуже и хуже, в какой он был горести, какими обливался слезами, если иной, имея одного сына, не мог бы жить, узнав, что сын его предался порокам, хотя бы сам был он пороченне всех, то Моисей, который столько тысяч людей считал своими детьми, или, лучше сказать, любил их больше, чем детей. Ибо никакой отец не пожелал бы подобно ему погибнуть вместе с сыном, не сделав сам никакого греха, который имел столько детей, притом ненавидел зло и любил добро, сколько, думаешь, страдал он, видя, что все они, как бы согласившись, устремились в пропасть порока. Если бы мгла такая печали крайней не омрачила его и не потрясла до самой глубины души, то, конечно, он не бросил бы скрижали из рук и не разбил бы их, хотя он скоро исправил это несчастье. Но что, скажи, сделал он для этого? Самый способ врачевания, хотя и помог делу, однако был исполнен многих слез. И не бывало такого каменного человека, который нисколько не страдал бы при виде, как его братья и сродники побивали друг друга, подвергнув этому прискорному избиению до трех тысяч человек. И мы, когда застаем детей своих за каким-нибудь худым делом, конечно, наказываем и сечем их, но делаем это не без сожаления, а напротив скорбим не меньше самих терпящих наказания. Во время тогдашней великой скорби Моисея и ополчения и евреев постигла их еще новая печаль. Бог угрожал, что сам он уже не будет предводительствовать ими, но оставит их и предводительство ими передаст ангелу. Это для Моисея было всего невыносимее. Послушай, что он говорит к Богу. Исход 33.15 Если не пойдешь ты сам с нами, то и не выводи нас отсюда. Видишь ли, как страх сменялся страхом и печаль печалью. Но бедствие не остановилось и на этом. Когда Моисей преклонил Бога и человеколюбец умилостивился и даровал благодать, евреи опять повергли Моисея в новые скорби и прогневляя у милосердившегося Бога и подвергая самих себя крайним несчастьям. После многоплачевного избиения они опять так разгневали Бога, что вызвали на себя огонь, который истребил бы почти всех их, если бы при этом Бог не оказал великого человеколюбия. А Моисею при всем этом приходилось испытывать двоякую печаль и от того, что израильтяне погибали, и от того, что оставшиеся в живых не исправлялись и не получали никакой пользы от гибели братьев. Избиение еще не кончилось, а оставшиеся в живых вспоминали уже о Луке и недовольствия с тем, что у них было, говорили числа 11-6. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет, столько манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому семени, видом как бдолах. Тогда Моисей, уже не перенося их неблагодарности, изнемогший от скорбей, отказывается от начальства и желает себе смерти вместо такой горькой жизни. Выслушай собственные слова его и сказал Моисей, говорится, числа 11-я глава 11-й стих. Для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости перед очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил во чреве весь народ сей? И разве я родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянька носит ребенка в землю, которую ты, склятвую, обещал отцам его. Откуда мне взять мясо, чтобы дать всему народу сему? Ибо они плачут передо мной и говорят, дай нам есть мясо. Я один не могу нести всего народа сего, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви меня, если я нашел милость перед очами твоими, чтобы мне не видеть бедствия моего. Это говорил тот, кто некогда сказал, и ныне, если ты не простишь им грехи, то и меня изгладь из книги своей, в которую вписал. Так изменила его печаль. Тоже часто бывает и с родителями, когда они огорчены поступками детей. Впрочем, Моисей после этих слов не перестал сострадать израильтянам, как видно из того, что сделал он впоследствии. Когда после покушения их умертвить соглядатов и забросать его камнями, он спасся от рук их, то опять обратился к молитве за них и умолял Бога быть милостивым, к тем, которые хотели умертвить его. Число 14.10. Так любовь его была сильнее даже естественной привязанности. Потом, когда соглядатые умерли и не прошло еще время бывшего плача, израильтяне опять причинили им новую печаль. Во-первых, тем, что не послушались его запрещения воевать. И во-вторых, тем, что были поражены амаликитянами. И еще прежде этой войны многие погибли от жадности и объедения. Число 11.33. Убил, говорится в Писании, многих из них, когда пища еще была в устах их. После зверищ этой великой смертности, когда печаль по поводу ее еще не прекратилась, Моисей опять был повержен в другую скорбь и поставлен в такую крайность, что молился, чтобы вожделенные и возлюбленные его израильтяне окончили жизнь неестественной и необычайной смертью. Тогда одни были сожжены внезапно возгоревшимся огнем, а другие поглощены рассеявшейся землей и пострадали таким образом немногие, но больше пятнадцати тысяч мужей. Как же после этого относились к Моисею родственники и друзья погибших? В каком расположении был сам Моисей, видя, что от этого несчастья и дети сделали сиротами, и жены вдовами, что и сестра, и брат его умерли, и сыновья последнего сожжены за некоторое беззаконие? Каждая из этих событий может опечалить и такую душу, которая еще нисколько не страдала, а тем более и душу, претерпевшую столь много бедствий. Когда же иудеи победили хананеев и сделали длинный обход, то опять возраптали и опять стали гибнуть, не от болезни, как раньше, и не от огня и рассевшейся земли, как прежде, но от укушения ядовитых змей, которые погубили бы всех их, если бы опять Моисей не пристал Богу и не умолил Его. Когда же они избавились от этой гибели и избегли проклятий волхва, то опять устремились самые гибельные пропасти после благословения Валаамовых, или лучше сказать Божиих, ибо слова Валаама зависели не от его воли, но от действовавшей в нем силы, они стали прелюбодействовать за фермина племенников и служить Валфи-гору. Моисей, видя такой стыд и позор, опять повелел им умерщвлять друг друга, сказав избейте каждого родственника своего, служившего Валфи-гору. Подобно тому, как при ране телесной, которая не заживает после многократных вскрытий и прижиганий, приказывает снова резать и прижигать и то, что осталось. Впрочем, слыша об этих трудностях, не думай, будто они только и были. Я еще опустил немало из упомянутых в Писании. Войны, сопротивление врагов, длинные путешествия, оскорбление от сестры, ее наказание, о котором в особенности сетовал кратчайший Моисей. Но хотя бы я тщательно собрал все, и тогда описанное не составляло бы тысячной части того, что было на деле. Если управляющий немногими слугами в доме встречает множество поводов к огорчениям и к печали, то обязанный управлять столькими тысячами в продолжении сорока лет и в пустыне, где не было ни здорового воздуха, ни воды, сколько должен был иметь каждодневно дел, сколько забот, сколько печалей и при жизни, и по смерти людей. Он видел умершими всех, которых вывел из Египта, кроме двух только мужей. Сам же и потомков их не удостоился везти в землю обетованную, но только увидел ее с вершины горы Наво и хорошо изучил природу ее, а насладиться ею вместе с прочими израильтянами не был допущен. Остался в ней ее и умер, о чем и сам он световал перед израильтянами в таких словах в Таразаконе 4.21 И Господь прогневался на меня за вас и клялся, что я не перейду за Иордан и не войду в ту добрую землю, которую Господь Бог твой даст тебе в удел. А всего тяжелее то, что Бог свел его и в гроб с печалью, так как Моисей наперед узнал, какие бедствия постигнут иудеев, идолопоклонство, плен, невыразимое несчастье, почему и сокрушался душою не о том, только что сам видел, что уже было, но и о том, чего еще не случилось. Так, начав скорбеть и горевать с раннего возраста, он с тем же унынием и окончил жизнь. 227. А преемник его Иисус Новин вместе с ним вкушал, так сказать, все горькое. Если же он в молодости избежал чего-нибудь, то восполнил это по смерти Моисея. Он не только при жизни Моисея разрывал одежды свои и посыпал пеплом голову, но и по смерти его опять поставляем был в такую же или даже в большую крайность. Так что в короткое время, не короткое время, но целый день лежал подвершись на земле. Выслушай слова его, которые он говорит. Иисуса Новина 7.6. Иисус разодрал одежды свои, пыл лицом своим на земле перед ковчегом Господним и лежал до самого вечера. Он и старейшина Израилева и посыпали прахом голову свои. И сказал Иисус О, Господи Владыка, для чего ты перевел народ через Иордан, дабы предать нас в руки Амареев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом, О, Господи! Что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас и истребят имя нашей земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому? Услышав это, Бог открыл ему виновника поражения. Иисус, узнав это, истребил всех, не только согрешивших, но и его родственников и домашних, и множество скота. А это немало возмутило душу его. если мы не можем смотреть, когда наказывают чужих, то чего не претерпел он, подвергая таким бедствиям соотечественников и соратников своих? А как огорчали его обман гонаванитян и подозрения павшие на те колена, которые поселились по ту сторону Иордана? Как тяжело было постоянное пребывание на войне и в сражениях? Какая душа могла при этом оставаться спокойной? Если он и одерживал победы, то удовольствие от получения трофеев обращалось заботами от предстоявших еще воинах. Раздел участков также заставил ему много труда и много беспокойства. Знают это те, кому был поручаем раздел хотя небольшого имущества между братьями или другими наследниками после кого-нибудь. О последующих несчастьях народа еврейского не считаю нужным говорить. Потому что речь теперь не о том, проводил ли кто-либо скорбную жизнь, но о том, кто из блага угодивших Богу проводил такую жизнь. 228. Посему, если угодно, упустим Илья, который оскорбил Бога нечестием детей, или вернее сказать, своей беспечностью. Он был наказан не за то, что имел порочных детей, но за то, что щадил их больше надлежащего и не наказывал за нарушение законов Божиих. Сознавая это, и сам он после сильной угрозы Божьей говорил, Господь сам что угодному ему то и сотворит. 1 Царство 3 18. Итак, оставив его, перейдем к Самуилу, который с детства воспитывался в храме, всегда отличался благочестен перед Богом и с раннего возраста оказался столь добродетельным, что не успев еще возмужать, был причислен к дивным пророкам. И при том, в такое время, когда оскудело пророчество, не было, говорится в Писании, видения посылаемо, и глагол был нечаст. Этот Самуил, рожденный после многих слез, был прежде всего опечаленно смущен, как признательный и любящий ученик, видя своего учителя пораженным бедственной смертью. А потом он должен был постоянно оплакивать и несчастья иудеев. Сыновья же его нечестивые, злые и крайне преданные порокам, опечаливали его как своей жизнью, так и тем, что не могли наследовать дарованной ему чести. За этой печалью последовало, или лучше сказать, не последовало, так как она не прекращалась, но к ней присоединилось еще беззаконное требование израильтян, причем Самуил так упал духом, что нуждался в великом утешении. Послушай, что говорит ему Бог, не тебя они отвергли, но меня. Впрочем, и после этого Самуил так заботился о них, что говорил к ним, да не будет такого греха, чтобы я перестал молиться за вас. Поэтому, когда он видел их, столь им любимых, бедствующими, поражаемыми на войнах, прогневляющими Бога, мог ли он чувствовать какое-либо удовольствие, мог ли когда-нибудь оставаться без печали и слез. А когда он поставил царем Саула, то опять последовали для него скорби непрерывно одна за другую. Так, когда Саул принес жертву вопреки воле Божией, когда он победив, амаликитян поселил царя их, опять вопреки повелению, Самуил был так поражен в душе, что более не видел этого человека, но с того времени до последнего дня сетовал и плакал о нем, хотя и укоряем был за чрезмерную скорбь. Бог говорил ему, доколе ты плачешь о Сауле, ибо я отверг его. Если же он плакал при этих событиях, то что было с ним, когда Саул избил столько священников напрасно и без вины? Когда в другой раз пошел умертвить своего благодетеля, который не сделал ему никакого зла, когда он увидел Саула нагого пророчествующим и лежащим на земле, когда прослушал многочисленные сетывания и жалобы Давида на Саула. Вспомнив о Давиде, я не знаю, что мне делать. Изложить ли теперь предложительные сетывания его, описанные в Псалмах, или предоставив тебе прочитать их на досуге, самому рассказать его несчастье? Так, Давид потерпел много бедствий, когда пас стада, отражая нападения и непостоянных стихий и диких зверей. Первое видно из того, что говорил Иаков, а последнее из того, что сам он говорил Саулу о льве и медведе. Когда же он, рано оставив эту жизнь, приступил к делам военным, опуская зависть братьев, хотя и она была для него весьма тягостна. Когда, вступив в единоборство, одержал бестательную и чудную победу, то в облагодетельствованном Сауле нашел себе врага сильнее неизложенного Голиафа, потому что Саул неоткрыто вооружался против него, но приняв вид друга и, притворившись почитателем и попечителем его, поступал с ним враждебно. А как прискорбно за добро получать зло, о том послушай блаженного пророка, который постоянно плакал, сетовал и говорил, когда воздают мне злое за доброе. Даже без всякой другой неприятности одно то причиняет великую скорбь военачальнику, что он находится в подозрении у царя, который смотрит на него с неудовольствием. Что я говорю военачальнику у царя? Нам неприятно, если и слуги так относятся к нам, когда же при том строятся козни против жизни ненавидимого, то какая жизнь может быть гореснее этой? Однако Давид все переносил и терпел. Жил вместе с тем, кто замышлял убить его и участвовал в его войнах. Когда же он удалился и устранился от войны, то хотя самое удаление и обнаружение вражды Сауловой посодействовало несколько безопасности Давида, но так как он должен был с четырьмя стами мужей защищаться против многофисленного Саулового войска, тот репетал более чем прежде. Подумай, в каком он был положении, когда не имел ни города, ни крепости, ни союзников, ни доходов, и должен был воевать с тем, который имел все это, между тем, как сам он не мог кроме пустыни и пещер найти и место, куда бы убивать. Взяв город, так называемый Киил, он тотчас вышел из него, когда священник сказал, что Бог не избавит его из рук Саула, если он останется там. А этот священник был тот самый, который сбежал рук Саула и возвестил Давиду о бывшем в Номле печальном происшествии. Причем Давид произнес прискорбные слова «Я виновен за души всего дома отца твоего». Таким образом, этот священник, постоянно находясь с Давидом, служил только напоминанием о том печальном событии. Взирая на него, Давид постоянно вспоминал о погибели священников, а вспоминая об этой погибели и обвиняя самого себя в этом избиении, он жил бедственнее всякого приговоренного к казни. Если бы ничто другое не тревожило его, то одной мысли, что он сам был виновником избиения столь многих священников, достаточно было для того, чтобы уязвлять и сокрушать душу его. Между тем он, сокрушаясь этой мыслью, которая и ночью, и днем хуже червя терзала душу его, получал еще потом и другие раны непрерывно, одну за другою. Так, когда Навал оскорбил его в лице его слуг и назвал его беглецом, изгнанником, неблагодарным рабом, он не без скорби перенес такие слова. Так же, когда пришедший к Анхусу, он притворялся безумным, падал на землю, искажал свое лицо и спускал из уст своих много пены, он более действительный и бесноватый терзался мыслью о том, до какой крайности довел его Саул, столь облагодетельствованный им. Когда же Давид несколько отдохнул, живя у иноплеменников, то должен был идти воевать с их врагами. Новые начальники, завидуя ему и желая оклеветать его перед царем, удалили его из войска, как бы человека бесполезного, коварного и вероломного. Первое царство 29.4 Так говорит Давид, вознегодовали на него князья филистинские и сказали ему князья филистинские отпусти ты этого человека, пусть он сидит в своем месте, которое ты ему назначил, чтобы он не шел с нами на войну и не сделался противником нашим на войне. Чем он может умилостивить господина своего, как не головами сих мужей? Давид, пораженный этими словами, удалился с великим огорчением и унынием, но, прибывший домой, он нашел столько бедствий, что едва не умер от печали. Случившиеся тогда бедствия могли бы омрачить его душу, если бы даже были им предусмотрены, а так, как они случились нечаянно и неожиданно, то оказались вдвое более тяжкими и были уже невыносимы. Он отправился домой, чтобы отдохнуть и найти облегчение прежней скорби своей в детях и женах, на прибывши внезапно услышал, что он в неволе у врагов и увидел огонь и дым и кровь мертвецов. И прежде, нежели он оплакал убитых и окончил светование оплененных, на него напали свирепие из зерей жители города и каждый из них хотел найти облегчение своих горести в его смерти. Как при столкновении на море противных ветров от их борьбы происходит великая свирепая буря, так и тогда уныние и страх терзали душу праведника, в которой происходило великое волнение и смущение от этих чувствований, непрерывно то преодолевающих, то преодолеваемых одно другим. Когда же он избавился от этих бедствий и возвратил жен и всех пленных, то прежде, нежели насладился этой победой, опять был поражен горестной вестью о смерти Иоаннафана, которая так поразила душу его, как можно видеть из его платья. Напала на меня любовь твоя, говорит он, более любви женской. Что я говорю об этом плаче? Тот, кто столько плакал об отце и Анафана в своем враге и зложелателе, тысячекратно искавшим его погибели, что мог чувствовать, когда узнал, что разделявший с ним опасности, многократно избавлявший его от козни отца, участвовавший в его тайных и заключавший с ним много договоров, что этот человек лишился жизни в то время, когда Давид мог воздать ему должное за прежнее благодеяние. 232. Когда эта скорбь была еще в полной силе, опять в новую печаль подвергает его военачальник Иав, не давшая Венеру исполнить обещанного, коварно убив того, который обещал легко и без всякого труда передать Давиду все войско. Давид был так огорчен этим убийством, что тогда же проклял Иава и во время кончины своей поручил своему сыну отомстить ему за это бесчестное убийство. Самые слова, которыми Давид громко оплакивал Авенира, достаточно изображают нам страдания души его. Так говорится в Писании. Когда погребали Авенира в Хевроне, то царь громко плакал над гробом Авенира, плакал и весь народ. И оплакал царь Авенира, говоря, смертью или подлого умирать Авениру. Руки твои не были связаны и ноги твои не в околах, и ты пал, как падают от разбойников, и весь народ стал еще более плакать над ним. Что же после этого? Коварно умерщвляется Мимфи вас сесть и к печали Давида о нем, ибо о нем Давид скорбел так, что даже умертел убийц его. Присоединилось противодействие хромых и увечных, которое сильно возмутило его. Одолевый этих и других врагов, он с великой радостью переносит кивот. Но в то же время, когда переносили ковчег и все радовались, среди веселья случилось событие, которое омрачило всеобщую радость и повергло душу царя в уныние и великий страх. Гнев Божий внезапно поразил и умертвил Озу, который хотел поддержать падавший кивот. И страх от этого так сильно потряс душу Давида, что он тогда только решился перенести кивот к себе, когда узнал, какое благополучие было от него Авид Дару, который тогда принял его. Потом, когда умер царь Аммонитский Давид, как муж добрый и человеколюбивый, отправил послов утешать сына его и убеждать его мужественно переносить смерть отца. А тот за такую честь, постыдно оскорбив послов, отостал их обратно к царю. Неужели по твоему мнению мало этого, чтобы опечалить и поразить душу? Не доказывает ли этого и самая война, которая не имела и дошла до такого ожесточения, что подвергла Давида бесчисленным бедствиям. Этих бедствий, хотя бы кто примешал к ним тысячу удовольствий, достаточно для того, чтобы жизнь Давида признать скорбную. Но последующие бедствия его таковы, что до них как бы еще и не начинались истинные скорби. Подлинно страдания этого царя превзошли всякую басню и всякую трагедию. На дом его обрушились такие необычайные и непрерывные бедствия, как будто у него одно зло постоянно старалось помогать другому злу. Так посмотри, Амнон полюбил сестру свою, полюбив, обесчестил ее, обесчестив, возненавидел и допустил разгласиться как бесчестью, так и кровосмешению, приказав одному из слуг тотчас изгнать ее из дому против воли и отправить через городскую площадь, причем она кричала и плакала. А Виссалома, узнав об этом и созвав на пир всех братьев, между которыми был этот оскорбитель, умершляет его при посредстве слуг, когда тот ел и пил. Потом некто, отлучившись оттуда и в смятении, не разузнав точно случившегося, возвестил царю, что все сыновья его умерли. Тогда Давид сидя плакал о мнимом убиении всех сыновей своих. Когда даже в точности узнал о случившемся, то грозил сын и говорил, что умертвит его, и хотя Виссалом убежал в чужую страну, где он провел три года, царь во все время продолжал гневаться. Даже и по прошествии этого времени не призвал бы его к себе, если бы умный военачальник против его воли не склонил и призвав сына, он еще не заживил сердечные раны, но удалил его от лица своего еще на два года и только после столь долгого времени по просьбе военачальника дал сыну позволение явиться к себе. Но сын, злопамяту и о прежнем, или при том стремясь к власти, восстал на отца и довел его опять до скитальничества и бегства, которым он подвергался при Сауле. И даже сделал его жизнь гораздо тяжелее прежней. Тогдашний скорби Давид терпел был военачальником, а теперь он принужден был скитаться после многих лет царствования и после победы, можно сказать, над всеми врагами. И доведший его до этого был и не чужой, и не неприятель, но и шедший и сресл его, как сам он говорил с жалобою. Тогда он был во свете лет и мог все переносить мужественно. А теперь, в то время, когда ему следовало в этом негодном сыне иметь утеху своей старости, в нем встретил злоумышленника и врага. И вышел царь из Иерусалима вместе с немногими, босой, закрываясь и проливая слезы. Эта война причинила ему не только скорбь, но и стыд. Сын поступил тогда с блаженным оскорбительнее, чем Саул, обесчестил и наложниц отца, и при том нескрытно, но на кровле дома, перед взорами всех. В ярости против отца нарушил и уставы природы, и законы обращения с женщинами, и в безумном упоении, когда война еще продолжалась, отважился сделать то, что обыкновенно делают уже по одержании победы и по взятии врагов в плен. Между тем Сила, встретив Давида такой печали и страхи, еще более возмутил его, налгав на своего господина и сказав, будто Мимсюосей замышляет овладеть царством. 234 После Сивы является семей человек злой и неблагодарный и направляет против Давида множество злословий, бросая в него камнями с такими словами «Уходи, уходи, кровопивец!» «Вот возвратил на тебя Господь весь всю кровь дома Саулова!» Слыша и претерпевая это, Давид сокрушался, как видно, из самого плача его, но не решился ничего сделать и дал семей уйти живым, сказав, оставьте его покоминать меня, ибо Господь повелел ему, может быть, Господь презрит на смирение мое и возвратит мне доброе вместо проклятия в сей день, а сам с беспокойством и страхом ожидал, чем кончится предприятие Хусия. Когда же это сделалось известным, то началась война, самая необыкновенная из всех когда-либо бывших воин, и даже похожая на загадку. Того, кто был виновником таких бедствий и подал все поводы к такой войне, чьим падением уничтожали все эти бедствия, того самого тщательно беречь и щадить, Давид убеждал полководства своих, повторяя «Пощадите мне отрока, а весолома». Что могло быть хуже этого горестного положения? Что прискорбнее этого затруднения? Давид вынужден был начать войну, которая равно была тягостной для него, и победить, и быть побежденным. Он не хотел не быть побежденным, иначе не выслал бы такого войска, не одержал победы, иначе не запрещал бы умертвить того, кто начал и повел войну против него. Когда же война была решена и кончилась, как угодно было Богу. Когда отца-убийца пал, тогда все прочие были в веселье и радости. Один только Давид горевал и плакал, запершись. Звал умершего и скорбел о том, что сам не умер вместо него. «Кто бы дал мне смерть», говорил он вместо тебя, «Ависолом, сын мой». Слыхано ли что-нибудь ужаснее этого несчастья? Когда Ависолом умертвил своего брата, Давид хотел умертвить его. Когда же Ависолом с неистостом восстал на него самого, тогда он щадит этого самого сына. И долго не перестал бы он плакать об умершем, если бы не пришел Иоав и не объяснил неуместности этой печали, если бы сильную речью не возбудил в нем бодрости и не склонил ее принять войска с надлежащим достоинством. Впрочем, его бедствия еще не кончились и этим, но, во-первых, воины возмутились и разделились между собою, потом едва только они покорились старю и притом после многих ласковых увещаний. Как опять отложился от него, отложились и присоединились к Савею. Тогда опять началась другая война, между тем, как не совсем еще окончилась и прежняя. Возмущенный этим Давид, собрав своих воинов, выслал их своими начальниками против неприятелей. Но Иоав, одержавший победу и в этой войне, не приминуло мрачить радость, а победе печалью. В выступлении зависти он без причины и совершенно безвинно злодейски умертвил равного ему военачальника, который привел под власть Давида весь народ. И это убийство так встревожило и возмутило царя, что он и при смерти своей завещевал сыну и просил не оставить убитого Амисая нетомщенным. А еще тяжелее то, что Давид, находясь в таком расположении духа, не решался даже высказать причины своей скорби, потому что уже был угнетен бесчисленными бедствиями. После этих войн постиг всю страну голод, и Давид для прекращения этого зла принужден был выдать детей Саула на смерть. Так повелевало определение Божие на Саула и на дом его неправда сия, потому что умертвил гаванитян. А кто вспомнит, как Давид оплакивал Саула, тот поймет, как страдал он и в это время, выдавая детей его гаванитянам. Однако и это он перенес. А между тем опять последовали дальнейшие несчастья. После голода настала язва, и в течение полудня падает семьдесят тысяч мужей. Причем царь, увидев ангела простершего меч и произнося скорбные слова, сказал, вот я пастырь согрешил, и я пастырь зло сотворил, а сии стада, в чем виновны они, да будет рука твоя на мне и на доме отца моего. Второе царство 24-17. Впрочем, нам невозможно с точностью пересказать все его печали. Не все они изложены и в Писании, но по его плачевным песням и жалобам можно догадываться о тяжести и тех скорбей его, о которых не упомянуто, и о том, что этот праведник никогда не переставал скорбеть и сетовать, что же он говорил, и дней лет наших семьдесят, а при большей крепости восемьдесят, и лучшая пора из них труд и болезнь. Если же ты скажешь, что он здесь изобразил жизнь человеческую вообще, а не свою только, то скажешь больше того, что я сам хочу сказать, и избавишь нас от многоречия, сам признавая, что не только в жизни Давида, но и в жизни всякого другого человека гораздо больше скорбей, чем удовольствий. Действительно, как и сам ты правильно говоришь, Давид произнес такой приговор, имея в виду не только свою жизнь, но и других, и выразил то же самое, что и патриарх, только с большей силой, что тот сказал отчасти, то этот после обо всех, тот говорил малые злы дни мои, а этот дней лет наших, то есть дни всех людей, 70 лет, а при большей крепости 80, 10, 36. Но это, как я сказал, представляет тебе исследовать со всей точностью на досуге, а сам перейду к прочим пророкам, хотя они нигде не оставили нам описание своей жизни, встретив, впрочем, и для этого затруднения в чрезмерности угнетавших их бедствий, но я думаю, что одним словом можно назвать всю жизнь их прискорбную, и во-первых, что было общим у всех их, они в течение жизни своей были мучимы, пытками, бечуемы, перепиливаемы, побиваемы камнями, заключаемы в темнице, умирали от меча, скитались во вещих и козьих кожах, терпя недостатки, бедствия, озлобления. К этому присоединилась в них и другая печаль, еще более тяжкая, от того, что они видели, как возрастало нечестие причинявших им бедствия. Этим они терзались больше, чем собственными скорбями. Так один из них говорил в оси 4.2 Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием, показывая нам и безнаказанность, и разнообразие, и распространение нечестие. Другой взывал так, Мехия 7.1, горе мне, едва со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя, оплакивая этими словами малочисленность людей добродетельных. Иные еще жаловались на другое что-либо подобное, пастырь Коз Амос не только сетовал о грехах иудеев, но и плакал об их несчастьях более, чем о собственных искушениях. И молился Богу так 7.2 И было, когда она окончила есть траву на земле, я сказал Господи Боже, посиди, как устоит Яков, он очень мал, но несмотря на это, он не получил просимого как сказано и пожалел Господь о том и этого не будет сказал Господь Бог. А Исайя, услышав, что вся земля будет опустошена, не хотел утешиться, но постоянно плакал и говорил оставьте меня, да горьше плачусь, не надлежит утешать меня. Исайя 22.4 Потому что такой урод смерти выше всякого несчастья. Кто в состоянии читать без слез плачевные песни Иеремии о городе и о нем самом, как написанной особо, так и рассеянной по всей его пророческой книге, иногда говорил он Иеремия 9.1 10.4 О, кто отдаст голове воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных черри народа моего. О, кто отдал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи скопище вероломных. А иногда жалобно взывал горе мне, мать моя, для чего ты родила меня? Иеремия 15.10 Иногда же проклинал и день рождения своего, проклят день, говорил он, в который родился. А грязный ров, скорби от уз, бичевания и хлеветы и постоянные насмешки привели его в такое состояние, что он даже стал отчаиваться. Что испытал он, когда по взятии города встретил заботливость и почтение к себе со стороны иноплеменников? Радовался ли он этому? Напротив, тогда-то он и написал горький плач об умерших и увидел бедствие не меньше прежних от того, что оставшиеся в живых после войны раздражали Бога. Обещав повиноваться ему во всем и ни в чем не противиться, они, однако, ушли опять в Египет, тогда как повеление Божие требовало совершенно иного, и пророка увели вместе с собою, и своей неблагодарностью вынуждали его предсказывать им беды, тягчайшие прежних. А что Даниил? Даниил? Не в плену ли провели всю жизнь? Притом, первый из них за чужие грехи был наказан голодом и жаждаю. Когда же умерла жена его, ему повеленно было переносить такое несчастье без слез. А что может быть тягостнее того, когда не позволяется оплакивать ей собственные бедствия? Не говорю теперь о том, что он принужден был есть хлеб свой на куче навозной, лежать на одном боку сто девяносто дней и терпеть все прочее, что повелевалось ему. Если бы не случилось с ним ни одной из горести, как опущенных нами, так и упомянутых теперь, то самое пребывание среди врагов и наплеменников и людей нечистых для праведного и чистого было тяжелее всякого наказания. А Даниил по-видимому наслаждался великой честью и жил как бы не в плену, пребывая при царском дворе и имея власть. Но если кто прислушается к его молитве обратить внимание на его пост, перемену лица и непрестанной мольбы и точно узнает, для чего он делал это, тот увидит, что этот пророк более всех скорбел и унывал. Мучили его не столько настоящее бедствие, но возмущали и будущее, так как он удостоился видеть пророческими очами и то, чего еще не было. Взирая на иудеев, еще не освободившийся от прежнего рабства, он должен был предвидеть другое их пленение, город, который еще не был восстановлен, он видел уже разрушенным, а храм оскверненным, нечистыми жертвами и опустошенным, и всю святыню, неспровергнутую, посему он скорбел и плакал и говорил 9-8 «Господи, у нас на лицах стыд, у царей наших, у князей наших и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. Не знаю, как между пророками я пропустил одну небесную душу, того, кто на земле жил, как на небе, у которого не было ничего, кроме милоти. Что же этот великий и дивный человек, если только можно назвать его человеком? После смелой речи пред Ахавом, после низведения огня, после избиения жрецов, после того, как он заключил отверзь неба во время, назначенное по его желанию, после столь многих и столь великих подвигов, он подвергся такому страху и такому чрезмерному унынию, что сказал такие слова «Возьми душу мою от меня, ибо я ничем не лучше отцов моих». Это говорил тот, кто и теперь еще не умер. Мало этого, он удалился в пустыню и спал там изнемогшего от тяжкого уныния. А ученик его получил не только сугубый дух учителя, но и скорби гораздо более тяжкие. Изображая этих пророков для нас и перечисляя их бедствия, блаженный Павел несколько раньше сказал «Которых недостоин мир». Благовременно пришел нам на память этот блаженный. Если он, явившись один, может доставить нам достаточное утешение, то какого уныния и какой печали не уничтожит он, представший после других? Не считай нужным говорить о голоде, жажде и наготе, о кораблекрушениях и пребывании в пустынях, о страхах и опасностях, о клеветах и темницах, ранах и бдениях, о бесчисленных опасностях, смерти и о всем прочем, что претерпел он за проповедь. Все это, хотя и причиняло некоторые скорби, но доставляло ему и удовольствие. Когда же отвергнулись от него все, отвергнулись азийские верующие, когда уклонились от веры галаты, целый знаменитый народ. Когда коринчане разделили свою церковь на многие части и оказав послабление блуднику, довели его до бесстыдства. Тогда что думаешь ты чувствовал, Павел? Каким мраком объята была душа его? Впрочем, для чего нам делать умозаключение, когда можно слышать собственные слова его? Так в послании к коринчанам он говорил, 2 коринчанам от великой скорби истесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам. 12 21 Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде, и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали, Агалатам говорил, дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос. На Азийцев же он жалуется и своему ученику, и не только это мучило его, но и данный ему пакостник плоти так сокрушал и беспокоил его, что он многократно молил Бога об освобождении от него, ибо слово трижды значит здесь многократно, 2 Коринфянам 12.8 «Вообще, мог ли когда-нибудь быть спокойным тот, кто сокрушался даже об отсутствии брата, и не нашел тета брата моего, говорит он, я не имел покоя, и по случаю болезни другого брата, он опять страдал точно так же, Бог помиловал его, говорил он Филиппийскому об ипофрасе, и не его только, но и меня, что бы не принять мне скорбь на скорбь. Так же сильно, скорбя по поводу обольстителей своих противников, он в послании к Тимофею говорил, «Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его». Итак, мог ли он иметь хотя малое отдохновение от уныния и скорби, кроме вышесказанных бедств и тяготивших души его, были и другие, которые причиняли ему постоянную скорбь, и это опять сам он открыл, сказав, «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы и я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся». Если же он за каждого из соблазнявшихся сам воспламенялся, то этому воспламенению невозможно было погасать в душе его, потому что никогда не было недостатков соблазнявших и доставлявших пищу этому пламени. Когда отпадали города, а сейчас и целые народы, то тем более это могло непрестанно случаться с теми и другими верующим из столь многих церквей во Вселенной. Но предположим на словах, если угодно, что никто никогда и не соблазнялся и не отделялся от Павла, и никакой другой подобной неприятности не случалось с ним. И в таком случае я не могу признать его свободным от уныния. На это опять мне не нужен никакого другого свидетеля, кроме самого страдальца. Что же он говорит? Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян. А это означает следующее. Желательнее было бы для меня впасть в Гиенну, нежели видеть израильтян неверующими. Это именно значит слова. Желал бы я сам быть отлученным. Если же он готов был потерпеть гиенские мучения для того, чтобы иметь возможность привести к вере всех иудеев, то очевидно, что не достигший этого, он вел жизнь более тягостную, чем мучимый в Гиенне, потому что для него было желательно последнее более, нежели первое. 239 В каждом из упомянутых бедствий ты обрати внимание не только на причину, от которой рождалось у тех мужей уныние, но и на степень печали, и увидишь, что их печаль гораздо больше твоей скорби. И следуем же теперь, сильнее ли они скорбели, чем ты, а степень уныния обыкновенно определяется не только причиной, от которой оно произошло, но и словами, и делами страждущих. Многие, потеряв только деньги, сетовали больше, чем ты, так что иные бросились в море, другие повесились, не вынесши этой потери, а некоторые от чрезмерной печали потеряли даже зрение, хотя потерять деньги кажется легче, нежели терпеть мучения от демона. Однако многие перенесли последнее, а первым были поражены. Не суди об этом по своей душе и не думай, что если ты смеешься над потерей денег, то и другие относятся к ним так же. Потеря денег довела многих до безумия и крайнего расстройства. Конечно, благородные души ни одна из этих скорбей не может сокрушить, но душа слабая и привязанная к миру, более терзается потерей денег, ежели мучениям от демона. Почему? Потому что не одно и то же, боясь или голода постоянно, или выносить мучения от демона только по некоторым дням. В последнем бедствии сильные мучения продолжаются немного времени, подобно как в горячке или лихорадке, или при другом каком-либо периодическом припадке и даже гораздо меньше продолжаются, чем в этих болезнях. Если же скажешь, что болезнь беснования превосходит эти болезни силою, то я могу указать тебе на многих из одержимых горячкой таких, которые, когда охватывает их этот огонь, приходят в большее иступление, чем бесноватые. А при бедности опасения терпеть недостаток необходимым, как неистребимый червь, гнездится в душе бедных и торчит ее непрестанно. Что я говорю о бедности? Если мы захотим перечислять все несчастья человеческие, то не только мы, но может быть и сам ты станешь смеяться над своим плачем истинаниями. Но нам невозможно изобразить всех, даже малейшей части этих несчастий. Мы не знаем их. А если бы и знали, то нам не достало бы целой жизни для повествования о них. Поэтому выбрав из многих только некоторые, представлю тебе по ним заключать по возможности о тех, которые будут опущены. Так вспомни о том любезнейшем старце Демофиле из великого и знатного дома. Вот уже пятнадцатый год, как он ничего не в состоянии сделать, подобно мертвым, отличается от них только тем, что постоянно трясется, кричит и ясно сознает свое несчастье. Он живет в крайней бедности и имеет одного слугу-юношу, хотя и доброго, и привязанного к своему господину, но не способного облегчить его несчастье, потому что слуга не может ни избавить от бедности господина, ни прекратить трясение его от расслабления, а может только вложить кусок пустая господина. Свои руки не служат последнему и в этом подать ему чашу и очистить нос. Кроме этого, он не в состоянии оказать ему никакой помощи. Так бедствует этот старец уже пятнадцать лет, как я сказал. При этом я припоминаю и того расслабленного, который страдал таким же недугом тридцать восемь лет. Кроме этих несчастных, представь еще Аристоксена, Лифинского, который хотя не расслаблен телом, как тот старец, но одержим такой болезнью, которая гораздо тягостнее расслабления. Какие-то судороги в желудке и боли, несноснейшие всякой пытки, то пронзают его хуже вертелов, то пожирают сильнее огня и мучат каждый день и каждую ночь, так что не знающий его болезни считает его за сумасшедшего. Так судороги искривляют у него зрачки и стягивают руки с ногами и делают его безгласным. А крики его и стоны он часто после онемения начинает кричать. Бывает сильнее стонов женщин, мучающихся родами и нередко живущие вдали, у которых есть больные, страдающие от долгой бессонницы, присылались жалобой на то, что их больным становилось хуже от этих криков. Это бывает с ним не через долгие промежутки времени, но по нескольку раз днем и по нескольку раз ночью. И вот уже шестой год, как он предан этому злому недугу. Нет у него ни слуги, который бы ухаживал за ним, ни врача, который бы облегчал его страдания. Первого по бедности, а второго, потому что врачебное искусство оказалось бессильным перед этой болезнью. Многие врачи долго трудились над ним, так как у него прежде много было денег, и нисколько не помогли ему. А что всего тяжелее, никто из друзей уже не хочет видеть его, но все оставили его, даже те, которые прежде много были облагодетельствованы им. Если же кто-нибудь изойдет к нему, то тот же убегает. Таким зловонием наполнена комната его, потому что никто не убирает ее. При нем сидит одна только служанка, которая делает не больше, чем сколько может сделать одна женщина, при том такая, которая приобретает себе пропитание трудами рук своих. Скольких же демонов мучительнее его бедствия. Если бы самые эти бедствия не мучили его, то чего не претерпел бы он от мысли о том, как много времени лежит он на одре, о больших издержках, доверших его до крайней бедности, о презрении от друзей, о неимении слуг, и от неведения о том, прекратятся ли когда-нибудь бедствия, о чем ты всегда скорбишь. Или лучше сказать, от совершенной уверенности, что они никогда не прекратятся, пока он будет жить и дышать. Так заставляет думать жестокость болезни, и то, что бедственное положение его с каждым днем ухудшается. 241. Но чтобы мне не утомить слушателей перечислением каждого и всех подобных страдальцев, ты отправься к смотрителю страноприимного дома и попроси его ввести тебя к лежащим там, чтобы увидеть всякого рода страдания, страшные виды недугов и разнообразные причины уныния. Оттуда пойди в темницу и, узнав все встречающееся в этом жилище, вступай в преддверие бань, где некоторые лежат ногами, употребляя вместо одежды крова навоз и солому, постоянно терзаясь холодом, болезнью и голодом, умоляя прохожих одним своим видом, трясением тела и скрежетом сжимаемых зубов и не имея возможности ни подать голоса, ни протянуть рук от крайнего изнурения такими страданиями. И здесь не останавливайся, но сходи еще в убежище бедных, находящихся за городом, и тогда ясно увидишь, что терзающее тебя теперь уныние есть тихая пристань. Что сказать о мужчинах, мало-помалу разрушаемых проказою, о женщинах, страдающих раком? Обе эти болезни продолжительны и неизлечимы. Та и другая одержимых ими изгоняет даже из города, так как этим больным не позволяется быть ни в бане, ни на рынке, ни в другом каком-либо месте внутри города. И не только это бедственно, но и то, что они не могут быть спокойны и относительно средств к пропитанию. А каково положение осужденных жить в рудниках, часто без вины и напрасно? Все они терпят гораздо больше горя, чем одержимое демоном. Если ты не веришь, это нисколько неудивительно, потому что мы обыкновенно судим о своих, о чужих бедствиях не одинаково, но последние узнаем только из слов. И по виду страдающих, а первые собственным опытом и чувством. Из пристрастия к самим себе думаем, что последние не сноснее первых, хотя бы они на самом деле были очень легкие и сносные. Если же кто, отрешившись от всякого пристрастия, узнает свойства чужих несчастий и вникнет в положение подвергшихся им, то даст нам о них верное суждение. Может быть, ты скажешь, что все те болезни относятся только к телу, а твоя болезнь касается души и тяжелее всех их. Но по этому самому особенной и оказывается она легче тех. Она не разрушает тело, как те, и душу беспокоит только на короткое время. Между тем, указанные выше болезни зарождаются в теле, не останавливают на нем вредных своих действий, а простирают их и на душу, постоянно мучая и сокрушая скорбью и великим унынием. Ибо, как говорит Писание, отец не полезен вреду, так припадшая страсть в телеси сердце оскорбляет. Притча 25.20 Итак, не о том только говори, что какая-нибудь болезнь гнездится в теле, но докажи, что она не простирает своего гибельного и разрушительного влияния на душу. Так и зараза рождается не в самых телах, а губит тела, и яд змея выходит из них, а вредит нам. То же и с теми болезнями рождается они в теле, а яд своей злокачественности переливает в нашу душу. Итак, чрезмерное уныние вреднее всякого демонского действия, потому что и демон, если в ком властвует, то властвует через уныние, а если уничтожишь уныние, то и от демона не потерпишь никакого вреда. Но как скажешь ты можно не унывать? А я тебя спрошу, как невозможно не унывать? Если бы ты совершил блуд, убийство или какой-нибудь другой из грехов, лихающих царствия небесного, то унывай отстывать. Если же ты по благодати Божией стоишь далеко от всех этих грехов, то для чего напрасно мучишь себя? 243 Бог вложил уныние в нашу природу не для того, чтобы мы предавались Ему неразумно, неблаговременно и при всяких обстоятельствах, и не для того, чтобы губили самих себя, на что получали от Него величайшую пользу. Как же мы можем получить от Него пользу, если будем предаваться Ему в надлежащее время? А время уныния не то, когда мы терпим зло, но когда делаем зло. Мы же извратили порядок и перемешали времена. Делая множество зла, мы не сокрушаемся и на короткое время. А если от кого-либо потерпим, хотя малое зло, падаем духом, безумствуем, спешим отказаться и избавиться от жизни. Поэтому такое состояние уныния и кажется нам несносным и тяжким, равно как и гнев и похоть, на которые также жаловались те, кто пользовались ими нехорошо и ненадлежащим образом. Здесь бывает то же, что и с лекарствами, которые делаются врачами. И они не только не избавляют больного от мучений, но еще более усиливают болезни, когда употребляется при болезнях, не соответствующих им, и не тех, для которых они приготовлены, но при совершенно других. Точно так же действует и уныние, и это естественно, как врачество сильное, разъедающее и, так сказать, очищающее нашу порочность. Оно, когда прилагается к душе праздной, изнеженной и имеющей в себе великую тяжесть грехов, весьма много помогает принявшему его, а когда прилагается к душе деятельной, подвязающейся, трудящейся, заботливой и подвергающейся бедствиям, то не только не приносит никакой пользы, но и причиняет великий вред, ослабляя ее и делая удобно поражаемую. Посему и Павел, обращаясь к стоявшим и подвязавшимся, говорил, радуйтесь в Господе всегда, и еще говорю, радуйтесь. И к расслабленным душой и одержимым сильной страстью писал, а вы возгордились вместо того, чтобы плакать. Кто точнеет туком грехов, тот пусть утончает и иссушает себя этим врачеством. А здоровому и соблюдающему себя в надлежащем благосостоянии для чего губить свое благополучие унынием. Оно такое сильное врачество, что когда и к нуждающимся в нем было прилагаемо дольше надлежащего времени, причиняло много зла. Опасаясь этого, и блаженный Павел повелевает устранять его тот час после того, как оно сделает свое дело, и на это представил тоже причину, которую я высказываю теперь, чтобы, как говорит, не был он пожран скорбью. Если же оно, прирожаясь сверхмеры, губит и тех, кто имеет в нем нужду, то чего не сделает оно с теми, которые совсем не имеют в нем нужды, если они предадутся ему в великой степени? Так скажешь, что знаю это и я, но как мне устранить и удалить уныние из души своей, не знаю. Какая же в этом трудность, друг мой? Если бы это была какая-нибудь похоть и безумная плоская любовь или сильное тщеславие это неудобно истребляемое зло или какая-либо другая подобная страсть, то ты имел бы основание затрудняться освобождением от них, так как плененным ими, хотя и невозможно, однако трудно избавиться от этих сетей. Почему? Потому что им содействует и помогает удовольствие. Оно как бы канатами со всех сторон опутывает предавшихся страстям. И трудность исправления прежде всего состоит в том, чтобы душа склонилась пожелать и решиться на освобождение от них, подобно тому, как если бы человек, нуждающийся в исцелении от коросты и чесотки, находил удовольствие в этой болезни и сам себя ввергал в недуг. а для освобождения от скорби немало способствует нам то, что мы не находим в ней удовольствия. Кто тяготится чем-нибудь, тот скоро постарается и освободиться от этого. Но что, если он хотя и постарается, но не успеет? Пусть не перестает стараться. И скоро будет иметь успех. имей ввиду, что для христианина, если он когда-нибудь скорбит, должны быть только два повода к унынию. Когда или сам он, или ближний его оскорбит Бога. А так как твоя скорбь не основывается ни на одном из этих поводов, то напрасно ты мучишь себя. А откуда известно скажешь ты, что этой скорби мы не наказываемся за грехи? Это хорошо известно, но пока я не стану утверждать этого. Если же ты хочешь, то пусть будет не только неизвестно, как ты сказал, но даже хорошо известно, что эта скорбь есть возмездие за грехи. Неужели расскажи мне, ты поэтому сетуешь? Но надо благодушевствовать от того, что ты еще здесь освободился от грехов и не будешь осужден вместе с миром. Сетующему должно сетовать не о том, что он наказывается, но о грехах, которыми он оскорбляет Бога. Грехи удаляют нас от Бога и делают врагами его. Наказание же примеряет его с нами и делают милостивым и близким к нам. А что твой подвиг и труд не есть возмездие за грехи, но подготовление к винцам и наградам? Это видно из следующего. Если бы ты прежде жил постыдно и распутно, а потом перешел бы к монашеской жизни, и в наказание за грехи была бы неуместна. Если Бог посылает наказание для того, чтобы грешников обратить к покаянию, то когда принесено покаяние, наказание по этому самому излишне. Бог столь далек от желания наказывать нас, что часто даже тогда, когда мы делаем достойное наказание и нуждаемся в сильном вразумлении, Он вразумляет нас только угрозою и устрашающими словами. Это ты можешь видеть на примере израильтян и города ненедитян. Бог не только не навел на них наказание, когда они принесли покаяние, но тотчас прекратил и угрозу. Он гораздо более нас самих желает, чтобы мы не терпели никакого зла, и никто из нас не щадит себя так, как Бог щадит всех нас. неужели же тот, кто часто и согрешавших устрашает только словами, но не наказывает, а покаявшихся освобождает от самого опасения, тебя, оказавшего такое благочестие и такой добродетель, не только не избавил от угрозы, но и предал действительному наказанию, как можно поверить этому? Если бы прежняя жизнь твоя была, как я сказал, развратной и порочной, это могло еще прийти кому-нибудь на мысль, но так как она была скромна и исполнена великой честности, хотя и ниже теперешней, то из всего этого нам ясно, что твои подвиги ведут к венцам и высшему воззаянию. Поэтому, как я сказал, должно возбуждать в себе такие и подобные мысли, а вместе с этими или еще прежде этого, должно рассеивать этот мрак уныне молитвами и молениями. Так и блаженный Давид, столь дивный и великий муж, постоянно пользовался этими врачевствами и избавлялся ими от тяжести скорбей, то молясь так, скорби сердца моего умножились, от нужд моих изведи меня, 24 17, то возбуждая в себе благочестивые мысли, напрасно прискорбно мне душе моя, и от чего смущаешь и меня, уповай на Бога, ибо исповедуюсь ему, Псалом 42,5, еще говорил от размышления обращаясь к молитвам, ослаби мне, да почи, прежде даже не отойду и не будет меня, и от молитв к размышлениям, кто мне на небе, и от тебя что восхищу на земли, так Иов размышлениями возражал жене, внушавши ему произнести сатанинские слова, и укоряя ее говорил, ты как одна из безумных жен говоришь, неужели доброе будем принимать от руки Господни, а злое не будем, а пред Богом он прибегал к молитвам, и блаженный Павел обоими этими средствами помогал в подавшем скорби и искушения, иногда говорил, если остаемся без наказания, которое общее всем, то мы незаконные дети, а не сыны, есть ли который сын, которого бы не наказывал отец, Евреям 12, 8, а иногда с молитвой говорил, верен Бог, который и не оставит вас быть искушенными сверх меры, и еще, его правильно пред Богом воздать скорбью, оскорбляющим вас, а вам оскорбляемым отрадой, 2 Фессалоникийцам 1, 6, и Псалмы 24, 17, 42, 5, 72, 25, и так, если и ты захочешь воспользоваться тем и другим оружием, и крепко оградишь себя со всех сторон, размышлениями заграждая унынию доступ к себе, а молитвами, как своими, так и чужими, устрояя эту крепкую ограду, то скоро увидишь плоды таких усилий. Ты приобретешь не только ту пользу, что станешь мужественно переносить настоящее страдание, но хорошо укрепившись ими, будешь и впредь неодолим никакими житейскими горестями, восемь -су-су-су-су-су-су-су-су-су-су-sу, Продолжение следует...